Самая важная инвестиция, которую вы можете сделать, это инвестиции в себя. Все шлюхи в старости делаются ханжами. В чем дело? Жадность, уже не способная обжираться телом, старается как можно больше отожрать от добродетели. И что скрывать, совесть утомительна, но, отбросив совесть, человек превращается в неутомимое животное. Право сделавшего добро забыть о сделанном добре. Тот, кто хамит здесь, где-то там халуйствует. Очень сожалею, Фаина Георгиевна, что вы не были на премьере моей новой пьесы, похвастался Раневской Виктор Розов. Люди указ устроили форменное побоище. И как? Удалось им получить деньги обратно. Запомните, за все, что вы совершаете недоброе, придется расплачиваться той же монетой. Не знаю, кто уж следит за этим, но следит, и очень внимательно. Актрисы обсуждают, как срочно похудеть к празднику. Ешьте фрукты, советует Раневская. Какие именно, Фаина Георгиевна? Немытые. Воспитать ребенка можно до 16 лет, дома. Воспитать режиссера, может и должна библиотека, музей, музыка, среда, вкус, это тоже талант, вкус, это основа. Отсутствие вкуса, путь к преступлению. Деньги съедены, а позор остался. Любить, это значит видеть человека таким, каким его задумал Бог. Эгоисты капризны и трусливы перед долгом. Вечное трусливое отвращение связать себя каким-нибудь долгом. Знаете же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Если ты обнаружил, что незаметно для себя проникся симпатией к человеку, у которого нет невысоких достоинств, никаких либо выдающихся талантов, задумайся над этим и проследи, чем именно человек этот произвел на тебя столь хорошее впечатление, и ты увидишь, что это приятность манер, обходительность и умение себя держать. Юноши кажутся себе достаточно умными, подобно тому, как пьяные кажутся себе достаточно трезвыми. Если тебе приятно, когда люди внимательны и чутки к твоему настроению, вкусам и слабостям, можешь быть уверен, что внимательность и чуткость, которые ты в подобных случаях выкажешь другим, будут им также приятны. Если кто уверяет, что выпил шесть или восемь бутылок вина за один присест, то из одного только милосердия я буду считать его лжецом. Не то мне придется думать, что он скотина. Единственным ограничением нашей реализации завтрашнего дня будут наши сегодняшние сомнения. Мы пытаемся построить более инклюзивное общество. Мы собираемся создать страну, в которой никто не останется в стороне. Никакая группа и никакое правительство не могут должным образом точно предписать, что должно составлять совокупность знаний, с которыми связано настоящее образование. В человеческих событиях существует таинственный цикл. Некоторым поколениям дано многое, от других поколений многого ждут. У этого поколения американцев есть рандеву с судьбой. Благополучная во всех отношениях ночь любви. Чаще оказывается результатом хорошего ужина. Истинному самобичеванию подвергает себя лишь тот, кто никого об этом не оповещает, в противном случае все облегчается тщеславием. Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за пределы их понимания. Насмешка бывает часто признаком скудости ума, она является на помощь, когда недостает хороших доводов. Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много добра. Чрезмерная поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность. Только закрыв за собой дверь, можно открыть окно в будущее. Только попрощавшись с тенями прошлого, можно увидеть свет будущего. Я люблю, когда мужчины ведут себя по-мужски, мужественно и по-детски. Куда более разумно все-таки наделять какими-то качествами других, чем признавать свои недостатки. Перебирая воспоминания, боюсь наткнуться на такие, от которых на меня накатывает тоска. И я поняла, что куда больше подхожу для того, чтобы целоваться на солнце с юношей, чем для того, чтобы защищать диссертацию. Когда все решено, тогда уже не страшно, плохо, когда цепляются. Стой под дождем, пусть пронизывают тебя его стальные стрелы. Стой, несмотря ни на что, жди солнца, оно зальет тебя сразу и беспредельно. Через рай порока достигаешь ада добродетели. Поэзия, болезнь, сбить температуру, еще не значит выздороветь. Напротив, жар очищает и просветляет. Часто безопаснее быть в цепях, чем свободными. Кто ищет, тот не находит, но кто не ищет, тот будет найден. Кто ищет, зло это все, что отвлекает. Для того, чтобы понять, что счастье не в деньгах, нужно сперва узнать и то, и другое, счастье и деньги. Влюбленный мужчина, это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею. Чтобы стать счастливым, надо пережить состояние ужасной несчастливости. Я нашел счастье в тот момент, когда решил прекратить поиски. Я признаю республиканскую партию якорем политических надежд цветного человека и ковчегом его безопасности. Я молился о свободе 20 лет, но не получил ответа, пока не помолился ногами. Человек, который прав, составляет большинство. Тот, на чьей стороне Бог и совесть, имеет большинство против Вселенной. Те, кто утверждают, что поддерживают свободу, но осуждают агитацию, это люди, которые хотят урожая, не вспахивая землю. Они хотят дождя без грома и молнии. Мысль о том, что он всего лишь существо из настоящего и прошлого, беспокоила. Я тоже мечтал о будущем, с надеждой на него. Желание быть свободным, пробудило во мне решимость действовать, думать и говорить. Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим, и никогда так безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его любовь. Женщина должна смягчать, а не ослаблять мужчину. Когда вдохновение не приходит ко мне, я прохожу полпути, чтобы встретить его. Конечная цель любой деятельности человека — достижение покоя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok